Итак, всем привет, с вами Яртим Петров, продолжаем строить Вертоград, кайфовый город, который уже давно строится, больше года, подбираемся к 50-й, так сказать, финальной серии. 50-й это финальная серия, если что. Вот, в предыдущей серии вот уже заполнили одну из дыр в городе, в этой серии будет следующая дыра, которая находится между Заботийском и районом самых... Ну, одних из первых серий, которые... первая заранжированная серия была, это с преградным районом, который, ну, как бы находится на самом... На самом въезде в город, прям самое, так сказать, его начало. Вот, мое дело, так сказать, сделать из этого что-то интересное в том плане, чтобы оно, ну, как бы, логично сопоставлялось с одной стороны, с другой, чтобы оно, как бы... Ну, продолжала суть двух районов, то есть это такое кровосмешение. Ну, не только это, дальше чуть позже. Ну, как бы, по названию, и так понятно, что будет дальше, но просто мне надо к этому подвести. Значит, сначала я решаю сделать дорогу на сам мост будущий, который, ну, превью, по превью вы поняли, что это за мост. Это мост, который я строил, ну, подобный мост я строил еще в Белобуртийске, когда это была еще серия, записывали вчетвером, озвучивали, точнее, веселая была серия. Но все-таки, вот, все-таки будет прикольнее, если я сделал это вот таким вот образом и вот здесь. Это, значит, не случайно я взял такую дорогу, потому что она, как бы, относительно разметки пустая, с одной стороны, с другой, она не сильно будет на себе много нестилить машин, потому что, ну, понятное дело, машин тут никаких нету. Ну, с третьей стороны, это, наверное, в будущем будет конечко для маршруток или автобусов. Ну, в общем, все возможное и все такое. Также здесь будет еще такое вот, ну, как я говорю, это смешение стилей, то есть уже смешиваются районы из Заботийска и Пригородного, то есть дома уже разные. Вот, на горе будут стоять вот такие вот девятиэтажки. Их преимущество перед остальными домами в том, что у них очень хорошая моделька, и они, значит, не мнут под себя фундамент. Ну, земля не кукожится под их фундамент, вот так, можно сказать. Отчего получается, что у них прям голая рама, голое основание. Выглядит здорово, очень мне нравится. Вот, также я решаю, что... У меня давно была такая идея сделать соединение станции во вторую сторону, потому что раньше она только с Пригородным районом соединялась, а можно было еще сделать пеший проход в сторону этого Заботийска. Вот, поэтому я решил, что это будет прикольно, здорово, и все-таки решился. Только именно проход, именно такая вот тротуарная территория, которая прям напрямик будет идти спокойно, ровно и все такое. Потому что очередной парк строить, он такой себе было бы, поэтому посчитал нужным все-таки реализовать здесь один проходик, который бы работал, делал свое дело и все такое. Вот, нормально получается. Это, ну, как бы, логично, я уже по тысячу раз такое делал, проход над рельсами удобный, который, так сказать, позволяет проходить людям с разных станций. Напомню, в этой... На этой станции разворачиваются, ну, проезжают две электрички. Одна от центра в аэропорт, а другая здесь... У нее здесь конечная, но она идет в пригороды. Это место, которое едет мимо за вокзалье, ну, по наружной его части. Едет оно дальше к территории монастыря, и там едет на даче, будущее. Ну, немного текущее, но в самом будущее. Вот. Ну, и такой бы проход интересный, с расширением. Ну, как бы, чуть шире стандартного прохода. Также я это немножечко подзасадил кустиками и заборчиком, чтобы это выглядело поаккуратнее, покрасивше. Ну, и сверху будет еще проход. Ну, понятное дело, который я строил очень такой вот, получается, здоровский. Вот. Также вот уже самая главная часть серии и настройка. Я поставил опоры, но понял, что они какие-то нити. Поэтому я их поменял на эти, которые выглядят уже здорово. Ну, без песка и проезжей этой территории было бы не так, не было бы не то, поэтому все-таки это пустил. Только я понял, что... Ну, я это делал по пустозерским мотивам, но понял, что это нормальная дорога для пустозерского, вот эта грязь, жижига. Или как там это сказать. Вот. А здесь в Твердограде хорошо подойдет песочек летний, теплый. Вот. Приятный такой песиком может ходить, если не наступить на стекло. Вот. Думаю, что он более тут уместен. Ну, и опять такой вот ленивый пропинг начинается. Ставлю какие-то канистры, баки. Точнее, вот. Чисто какая-то там жидкость для чего-то там в Думу подъем экрана поставят. Но все-таки не такая-то будет заброшенная территория, как в Белобурзиске. Да, это он. Потому что, ну, во-первых, в Белобурзиске сам по себе территория была, ну, непрофессионально сделана. То есть это просто текущее строительство. Это, так сказать, последствия развития моего, моих навыков по строительству, по вот эти вот детализации и все такое прочее. Сейчас Твердоград отстает пустозерска, поэтому даже есть некоторые моменты, которые, ну, прям не совсем радуют в плане строительства. То есть есть вещи, которые меня тянут назад. Вот. Но все равно я его продолжаю строить. Ну, относительно Белобурзиска, конечно же, это шаг вперед, но относительно пустозерска я все-таки шаг назад все еще. Поэтому Твердоград потихонечку заканчивается, но не тороплюсь. Как бы 50 серий должно как бы хватить за глаза. Вот, продолжаю растворить пробу. Это у нас какие-то мусорные баки, поставка. Зачем это вагон? Ну, типа бытовка или типа того. Ну, вы знаете, есть такие вещи на этих строительных участках. Всякие вагоны. Там, может быть, в Астрахани, например, есть пиленные вагоны метро, которые стоят внутри. Ну, я, по-моему, рассказывал уже. Особенно про гаражительную вот эту вот вещь, да, по-моему, рассказывал. Вот, ну и самое главное, это камазики, которые самосвалы, которые тут хорошо будут что-то высыпать, что-то тут стоять, что-то тут делать. Ну, и заодно, ну, дороги тут будут такие чисто протоптыши, я не планировал тут какие-то прямые проезды делать, но поэтому просто сделать шлагбаум. Хотя, наверное, стоило бы более закрытую сделать территорию, какими-то там сетчатыми, там, дорогами, типа того, или я не знаю, что. В общем, может быть, что угодно сделать, но я поставил шлагбаум, но ладно. Также продолжаю строить еще территорию, которая пустовала все это время. По-моему, с серии седьмой или с четвертой. Ну, в общем, с какой-то серии это все место пустует, поэтому я вот только что... Сейчас какая уже серия, сорок пятая? Сорок пятая? Да, сорок пятая, по-моему. Сорок пятая серия, наконец-таки все это тут уже заделывается. Ура! Вот. Это значит проезд будет, ну, имитация промзоны, хотя имитация тут очень интересная в том плане, что по карте можно увидеть такую интересную тенденцию, что... Очень много таких вот промышленных зданий, которые идут дальше влево, дальше ближе к центру, которые ныне выглядят как... Ну, им с собой, не выглядят, а именно являются собой землями коммерческими. То есть те цеха, какие-то там еще здания переделали под коммерцию, понятное дело. Ну, и там теперь продают всякое всячину, всякую всячину. Вот. Короче, расставляю, значит, какие-то дома, которые бы с собой обозначали такую вот выгрузку. Ну, и продолжаю такую детализацию. То есть больше пропов. Тут подобену парковки, торговые центры и, значит, панельные кручевки. Ну, как бы тоже смешение стилей, смешение районов в какой-то степени получается. Тут какое-то здание с чем-то, ну, то есть какое-то тут что-то происходит. Стоят все эти здания неплотные и криво, потому что тут очень такая горная местность. Ну, по крайней мере, одна гора тут точно есть. Вот. Поэтому выгод это не сильно ровно, но объяснение тому, что это все-таки гора, это хорошее объяснение. Поэтому думаю, что нормально. Ну, и провожу еще пешие такие проходики, которые тут будут соединяться в будущем с товаровыми территориями, которые я, кстати, сделаю за кадром. То есть на видео я это не сделал, но в финальном облете вы это увидите. Вот. Куда-то не сдохнулся. В общем, за заборю и что-то буду делать дальше. А именно взял куст или, ну, какой-то рисунок нарисовать. Может быть, это сделать стандартно, но я решил все-таки. Если это сделать таким вот образом так корявенько, то будет еще более-менее живенько, потому что все-таки ровные территории, они не всегда хороши в этом плане. Ну, и расставляю сами парковочные эти элементы, рабочие декали и все такое. Вот. Парковки реально много. Естественно, машин тут, машина 2-1,5 стоять там точно будут. Вот. Ну, и в целом все это будет все равно здорово выглядеть. Вот. Я вот сейчас смотрю, понимаю, что центральные парковки тут на таком кукоже строить было бы лишним. А еще я поставил одну парковку на вторую и немного побил. Мог бы это исправить, а мог бы на это забить, потому что все равно, несмотря на это, машины спаунятся друг в друге. Вот. Ну, и решил все-таки продолжить. И продолжаю за кадром. И, наверное, можно уже скоро будет переходить к финальному облету. Ну, который очень скоро начнется. Вот. Так что парковки я оставил на себе. Ну, ладно. Смотрим финальный облет. КОНЕЦ 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 Ну, вот, черный экран была интересная довольно-таки серия. Как бы, да, очень все-таки... Ну, предыдущие могли быть интереснее, да и это могло бы быть интереснее, но я опять, как тогда, как в прошлый раз, описываю за день, за несколько часов до выхода. Можно сказать, какой стиль, ну, до основного, учитывая минус я сон, минус я, значит, работу и домашние обязанности всякие, там, ну, обычного пуска рутина. Ну, все такое. То есть, очень забыстро я это все опять озвучил. Ну, думаю, что все равно довольно-таки получается интересная серия, в том плане, что она сделала свою главную функцию, продлила город, закрыла дыру, добавила разнообразие, ну, и вам было... Ну, и развлекал вас, так сказать. Надеюсь, что было интересно, надеюсь, что вам понравилось, так что пишите в комментарии, как вам этот видос, эта серия. Может быть, я какие-то допустил ошибки, тоже указывайте на это. Я комментарии читаю и лайкаю. Не знаю, он такси-мотивации, но просто лайк, ну, он. Вот. Ну, и ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментарии, продвигайте дыру, и думаю, что я все сказал, думаю, что вы все услышали, так что, в принципе, все. Давайте.